Митси, у меня опять разболелась нога. Нужно поменять компресс. Тогда разрешите отклониться. Конечно. Да и сквозняк здесь слишком сильный. Да. И платок у меня от кламма. И чепчик тоже. Фотография, платок и чепчик. Три вещи, которые у меня остались от кламма. Вы только подумайте, у Фриды, которая так долго встречалась с кламмом, никаких сувениров нет. А ведь я была у кламмы всего три раза. Больше он меня к себе не позвал, сама не знаю почему. А когда это было? Больше двадцати лет назад. Значит, вот как долго сохраняют верность кламму. Понимаете ли вы, хозяйка, что от ваших признаний мне становится очень тяжело и тревожно. Только не надо сердиться. Я ведь и слова не сказал против кламма. Только объясните мне, уважаемая, как я смогу выносить в семейной жизни эту потрясающую верность кламму? Ну, если, конечно, предположить, что Фриды в этом похожи на вас. Потрясающая верность. Клама однажды сделала меня своей любовницей. Как я могу лишиться этого звания? Вы спрашиваете, как вы перенесете такую верность со стороны Фриды? Да кто вы такой, чтобы осмелиться это спрашивать? Хозяйка. Трижды он вызывал меня к себе, а четвертый раз не вызвал. Я не знаю почему. О чем я могла думать в то время? О чем я могла говорить со своим мужем, за которого вскоре вышла замуж? Днем у нас времени не было, но по ночам, годами мы разговаривали ночью только о кламме. Почему он переменил свои чувства ко мне? Почему? Иногда во время этого разговора мой муж засыпал. И тогда я будила его, и мы снова продолжали этот разговор. Ну вот. Я вам откровенно рассказала все о себе, всю свою историю. А теперь я хочу, чтобы вы тоже откровенно сказали мне, что вы хотите спросить у кламма. Ну, прежде всего, я хотел бы увидеть его вблизи. Потом услышать его голос. А потом узнать, как он относится к нашему браку. Что ж, до его ответа, тут есть три возможности. А четвертой возможности вы не предполагаете? Что он не станет вас слушать? Он просто развернется и уйдет. Это ничего не меняет. Я бы преградил ему дорогу и заставил себя слушать. Заставил слушать. Заставил льва есть солому. Тоже мне герой. Да что вы все время так раздражаетесь, госпожа трактирщица? Я не навязываюсь к вам со своими откровенностями. Я только на вопросы ваши отвечаю. Да и говорим мы не о льве, а всего лишь о начальнике канцелярии. К тому же, допустим, уведи из-под носа льва его львицу, полагаю, что в его глазах я был бы достаточно значительной фигурой, чтобы снизойти хотя бы меня выслушать. Ну, конечно. Вы подойдете к ламу на улице, представитесь ему. Он с удовольствием с вами познакомится, возьмет вас под логоток и вы прогуляете с ним прямо до замка. И там по дороге вы изложите ему все свои пожелания. Да, что-то в этом роде. Я вам потом обязательно расскажу. Подайте-ка мне мою юбку. Господин Землемер, вы тот самый незнакомец, с которым я два дня назад разговаривал на площади у церкви. Да, господин учитель. Я пришел к вам по поручению старосты. Вы были с ним невежливы. Не помню, чтоб я был невежлив. Но мне было не до светских манер, ведь речь была о моем существовании, оно под угрозой. Под диктовку старосты я составил небольшой протокол о ваших переговорах. Что? Протокол? Протокол? Да еще составленный без меня человеком, даже не присутствовавшим при разговоре? Неплохо, неплохо. И зачем вообще протокол? Разве это был официальный разговор? Нет. Разговор был полуофициальный, но и протокол тоже полуофициальный. Он составлен только потому, что у нас во всем должен быть сражайший порядок. Во всяком случае, теперь протокол существует и чести вам не делает. Вы затем и пришли, чтобы мне об этом сообщить? Нет. Староста собирается сделать вам поистине великодушное предложение. Он предлагает вам пока что занять место школьного сторожа. Напрасно беспокоились, господин учитель. Мне и в голову не придет принять это место. Прекрасно, прекрасно. Значит, вы отказываетесь безо всяких оговорок. Хозяйка сказала, что терпеть тебя дома больше не желает. Если у тебя есть связи в замке, поскорее используй их. Потому что ты должен сижу минуту покинуть ее дом. Конечно, я должна остаться. Если я уйду именно с тобой, хозяйка будет глубоко несчастна. Бедная женщина с больным сердцем. Но как она могла поступить иначе, если все это грозит запятнать ее воспоминания о Клайме? Нехорошо все это. Очень неохота принимать мне это место. Уж одно унижение перед этим учительшкой чего стоит, а тут он будет моим начальством. Ах, если бы можно было побыть еще немного здесь. А вдруг мое положение за сегодняшний день изменится. Для себя-то я всегда найду, где переночевать. Хотя бы у Варнавы. Только не там. Пожалуйста, не повторяй таких слов. Во всем другом я готова тебя слушаться. Хочешь, мы откажемся от этого предложения? Но если ты сегодня ничего не добьешься в замке, то ты нигде даже для себя одного не сможешь найти ночлег. А если тебе негде будет ночевать, как же ты сможешь от меня потребовать, чтобы я спала тут, в теплой комнате, зная, что ты бродишь ночью на улице на морозе? Зато мы теперь окончательно договорились, господин учитель. Мы принимаем место. Хорошо. Но ведь место предложено господину землемеру. Пусть он сам и выскажется. Конечно. Он принимает место. Правда? Да. Вопрос оплаты будет решен только после окончания месячного испытательного срока. Но ведь для нас это очень затруднительно. Значит, нам надо пожениться без гроша, заводить хозяйство из ничего. Неужели нам нельзя обратиться с просьбой, чтобы нам сразу назначили хоть небольшое жалование? Нет. Такие просьбы удовлетворяются только по моему ходатайству. А я этого не сделаю. Выселяйтесь. ПОДПИШИСЬ! 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 О, господин землемер! Меня зовут Пеппи Сразу после ухода Фрида Меня вызвали сюда Нельзя же было звать, кого попало А что вам тут нужно? Фрида что-нибудь забыла? Да Там в комнате она забыла Скатерку вязаную белую А, скатерку Помню, помню Красивая работа Я ей помогала вязать Только навряд ли она может оказаться там в комнате А Фрида сказала, что может Кто там живет? Никто Если бы я знал, что и в той комнате никого нет Я бы туда зашел и сам поискал скатерть Но заранее ничего не известно Например, Клам часто там посиживает Его там наверняка нет Он сейчас уезжает Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это возмутительно Как вы сюда попали? Ну я здесь жду кое-кого Пойдемте со мной Я не могу пропустить того, кого жду Все равно вы его пропустите Останетесь вы или нет Тогда мне лучше ждать его тут и не дождаться Отгоняйте машину в гараж Значит, Клам уже уехал? Да, конечно Вы перестали его подкарауливать Вот он и смог уехать Вы заметили хозяйку, как он беспокойно озирался по сторонам? А может быть, он меня искал? Возможно Мне это в голову не пришло Раз нам тут всем вместе так хорошо и весело Я очень попрошу вас, господин Землемер Дополнить мои документы кое-какими данными Много же у вас тут пишут Я Мом Секретарь Кламма А теперь мне пора Вам все-таки придется посвятить мне несколько минут Всего два-три коротких вопроса А мне неохота Именем Кламма Я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы Именем Кламма? Разве мои дела его интересуют? Об этом не мне судить И уж тем более не вам Однако в качестве должностного лица, назначенного Кламмом Я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы Господин Землемер Хоть мне и противно разговаривать с вами Но должна обратить ваше внимание на то, что единственный путь, который может привести вас к Кламму Лежит через протоколы И вы хотите отказаться от этого единственного пути просто так, из-за упрямства? Скажите, господин секретарь, значит вы решаете, можно ли довести до сведения Кламма то, что я тут скажу? Безусловно Зачем же тогда быть секретарем? Вот видите, хозяйка Оказывается, мне нужно искать пути вовсе не Кламму, а сначала к его секретарю Так я и хотела помочь вам найти этот путь Ведь кроме призрачной, почти несуществующей надежды, у вас ничего нет? Скажите, господин секретарь, верное утверждение хозяйки, что если я дам те показания, которые от меня требуются, я получу разрешение явиться к Кламму? Нет, никакой связи тут нет Речь идет о том, чтобы дать точное описание сегодняшнего дня для регистратуры Кламма Описание уже готово, осталось только заполнить 2-3 пробела С самого начала я ему твержу, что у него нет никакой возможности попасть к Кламму на прием А раз никакой возможности нет, то и протоколы не помогут Далее я ему говорю, что протоколы это единственная служебная связь с Кламом, доступная ему Господин секретарь, а Кламм будет читать этот мой протокол? Зачем? Не может же Кламм читать все протоколы? Не лезьте ко мне с вашими протоколами, говорит он всегда Господин землемер, ну зачем Кламму читать ваш протокол? Зачем посвящать его во все ничтожные мелочи вашей жизни? Спокойной ночи У меня отвращение к любому допросу Смотрите, он уходит Не посмеет он уйти Арнава, ты ко мне? К тебе с письмом от Кламма С письмом от Кламма? Посвятите Землемерные работы, проведенные вами до настоящего времени, я одобряю полностью Также работа ваших помощников заслуживает похвалы Вы умело приучаете их к работе Успешно завершите начатое дело Перебои вызовут мое недовольство Об остальном не беспокойтесь Вы всегда под моим контролем Варнава, погляди Что мне пишет этот господин? Его неправильно информировали Я никаких землемерных работ не производил Я все передам Ты только обещаешь Господин, я все передам И то, что ты мне поручил в прошлый раз Я тоже обязательно передам Как? Ты еще не передал? Разве ты не был в замке на следующий день? Нет Что ж наделал, Варнава? Разве ты не знаешь, что дела Кламма важнее всех остальных дел? Ведь Клам не ждет никаких известий И даже сердится, когда я прихожу Он как увидит издали, что я подхожу Так встает и уходит в соседнюю комнату И меня не принимает Если я передаю поручение То только по своей доброй воле Давай не будем сейчас спорить Вот мое поручение Землемер К Просит у господина начальника Разрешение явиться к нему И заранее принимает все условия Землемер понимает, насколько велика его просьба И если сочтут необходимым Могут установить то количество слов Которое будет разрешено произнести При переговорах Он полагает, что сможет обойтись всего десятью словами Ты должен все передать устно Сразу же приходи с ответом Мои сестры тебе кланяются Твои сестры? А, помню Может я завтра к вам загляну Кланяйся и ты от меня своим сестрицам Хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...